ребят здравствуйте алексей грильков с вами в общем не так давно у нас была проверка рецепты и под одним комментарием ребята не будет просто крайне неадекватно я надеюсь этот видеоролик не попадет в тренды если вдруг вы по нему перешли и думаете что я готовлю только такую дичь нет есть нормальные рецепты сегодня пожалуй будет крайне странная тема мы сегодня кое-что проверим значит портал окс написал тему но наверное видимость чисто постебаться типа пиццу из пельменей уже готовили ну просто вы знаете какие-то эти чизбургеры пиццы что там еще фрима делали на что дима титов тебя ребята вам огромный привет спасибо что озадачили этой темой прямо вы знаете молодость вспомнил ну и дима написал что мол на башорге те кто в теме я не знаю просто многие наверняка знаешь такое башорг сейчас он называется башина это некий цитатник где люди выгружали свои мысли какие-то диалоги забавные я одно время очень много сидел потом уже появился пикабу и что-то я уже думал что башорга уже родного нет напишите помните ли вы что такое башорг потому что я не знаю я там выседал очень долго это классный портал всем бы из башорга огромный привет там была значит тема что чувак написал давайте я вам даже немножко это дело все прочитаю потому что это крайне любопытно я даже помню этот пост но я тогда не особо подумал что типа надо это делать не надо когда я там еще канала кулинарного не было я даже думаю господи что за бред кто это вообще готовит смысл был тот сейчас я прочитаю купил в магазине пельмени пришел домой кинул их на стол а в холодильник не положил отвлекся посидел в инете пришло время поесть прихожу на кухню там на столе лежит один большой мега пельмень разморозились они ожирать охота блин классный чувак на самом деле взял скалку раскатал аморф аморфную массу по противню набросал сверху сыр и колбасы помидор порезал и поставил в духовку ребят в жизни я не ел пиццы вкуснее на жористей но на жористе видимо он тогда уже знал что будет славный дружиоблом их вы украл у него эту реплику напишите об этом в комментах 52 тысячи лайкосов нам не лайки там плюсики короче я не за для меня это вызов пацаны спасибо что скинули всю эту историю давайте проверим вот у нас есть аморфная масса так а не будем показывать что за пельмени любые сейчас мы с вами раскатаем и сделаем десна я сделаю две половины одну сделаю соусом а вторую чисто по вот этому непонятному рецепту ну что вот так вот выглядит аморфная масса ребята всякое было зажим у тебя не было такой ситуации когда варишь картошку показали плаван эти она уже жарится это же стандартная история спин да уже запечется и всего такая морф на господи извините что и так издеваясь над едой я немножко добавлю муки просто это все раскатать то что я пока не особо понимаю как это все сделать крайне странно я вам честно скажу то что мы сейчас будем делать но я уже сказал да чтобы не смотрели люди кому это не интересно сразу же кладем на противень вот так вот и начинаем раскатывать господи господи лёха пол миллиона подписчиков но выглядит это я вам скажу честно не очень аппетитно но сейчас вот так аккуратно постараемся вот так все это раскатать а вот так вот выглядит это на пергаментной бумаге не очень аппетитно мне кажется что на этом ролике будет очень много комментариев от защитников еды это сто процентов защитников пельменей да ну ты конечно постоянно ты чёешь пирс постоянно перепишу что с пельменей ничего нельзя делать смотрите я свою часть вернее половину хочу попробовать мне кажется должно быть посочнее здесь три столовые ложки кетчупа два майонеза сужи у нас по-моему профессиональная кухня с тобой вот гордон рамзи такое делает нет ну и где этот сейчас гордон рамзи я поместил наташ а короче немножко свежемолотого перца чуть-чуть табаско чтобы сделать немного все это поострее и также у меня есть вот такие вот маринованные огурчики здесь буквально три штуки в господи ребята я вас умоляю я вас умоляю только не смотрите этот ролик этот ролик делается просто по приколу и посмотреть было ли это так все перемешиваем вот такой вот кичин с у нас дал должен получиться и за я кичин с часто делаю себя к пельментосам я правда не часто пельмени ем но если делаю то почему мне очень вкусный соус такой коктейльный я бы сказал на половину пиццы хотя это не пицца на половину пельменей мы кладем соус размазываем по всей стороне я не знаю как там тот парень делал видимо без соуса мне кажется что соусом должно получиться неплохо ребята даже все равно пельмени и вкус то все равно останется просто мы его такой странный в таком странном виде все это сделаем далее по ингредиентам а и здесь немного я все запомнил идет колбаса которая нашлась дома мы ее так кладем сюда я взял не самую дорогую это все-таки такой скорее бюджетный вариант но даже этого сделала такой честный но телево пыльчик получится но тогда жди развод наташ жди развод дальше у нас идет помидор но если говорить честно выглядит это не очень ну когда мы сейчас закрыли вроде неплохо но я бы такое ребят без камеры не стал бы готовить но хочется проверить про может он брал может это правда такой прикол просто был стебанулся нет там оливок не было мы отходим от рецепта только что касается соуса ну и все осталось присыпать все это дело сырочком я взял в этот раз никакой я обычно беру не российский не гауда по-моему называется пашихонский если я не ошибаюсь вот так вот по всей поверхности его добавляем а что касается приготовления я естественно не знаю потому что в посте это не было написано давайте сделаем так 180 градусов 15-20 минут точно потом скажу думаю что скорее всего надо будет немного побольше я такое готовлю первый раз думаю что и последний поэтому а проверим потом все скажу погнали ну что же все запеклось чтобы вы понимали по времени 30 минут при 180 градусов мне кажется она уже готова точно давайте попробуем хотя бы разрезать на кусочек чтобы получится вообще-то попробовать это мой соус соус прошел на все все отлично мне напоминает чем-то запеканку что ли с колбасой сыром вот пельмени особо не видно но надо конечно попробовать это дело пока это нечто запекалась в духовке я думаю погуглю посмотрю вообще может быть кто-то уже делать ребята оказывается существуют целые порталы целые статьи о том что делать с размороженными пельменями когда они в таком коме и такие рецепты похоже есть только там люди знаете моцареллу закладывают по красоте мне хотелось конкретно вот такой рецепт проверить так что наверно все-таки ничего такого странного в этом нет мы с наташей нашли запеканку люди делают из размороженных пельменей так что я думаю тут бомбить не стоит хотя дизыча вы тут наставите я думаю что бешеное количество значит к пергаментной бумаге ничего не прилипло все аккуратненько снялось то есть тут вообще вопросов никаких не было вопрос только один стоит ли заморачиваться так хотя времени пошло сколько 35 минут может 40 на все про все блин пахнет короче жареными пельменями но только знаете я обычно что делал я отвариваю их потом зажариваю но бывает просто сушеные жарю так вот именно по привкусу ощущение что это нечто похожее давайте попробуем ну а сейчас мы с вами опишем вкус этой непревзойденной лучше чем итальянской пиццы ребята я ему скажу честно когда я брал этот рецепт когда в комментах пацаны закидали я подумал что но скорее всего чё побомбим скажем вот чувак так нормально там над людьми то поиздевался а после этого ребята с лишь там комментарии надо почитать там люди уже чуть ли не лазаньи готовят короче я в диком восторге скажу вам честно и здесь надо сказать отдельно кое-что что во первых к этому рецепту надо относиться как к них ему выходу из ситуации потому что у всех бывает такое что пришли пакет поставили залипли там во что-нибудь там не знаю на youtube чеки кинь канал и смотрите либо просто в соньку поиграли таки о пельмени ты забыл положить холодильник короче вот это выход из ситуации с точки зрения того делать соусом или без мы все-таки с наташей пришли к мнению что лучше без соуса а потому что без соуса больше чувствуется пельменная вот эта часть то есть ты понимаешь это пельмени короче получается исчезном по сути запеченные пельмени да с помидор помидор дает вот эту свежести соус не нужен соус лучше можно сделать отдельно а лучше можно вообще не запариваться по соусу и вот прям безвыходная ситуация поесть вечером вот под какой-нибудь кинчик сериал фарга 3 сезон вы смотрите это я просто его сейчас смотрю поэтому сейчас буду вам про это рассказывать еще что-то да нет это вполне годно короче пацан с баша если вдруг ты смотришь ну хотя это было в 2006 году ты по сделали в 2008 наверное ты уже и это нет нет не в этом смысле ушел из интернета там наверно у тебя бизнес какой-то а может быть он не уже наш бизнес построил на этом может быть где-то есть какой-то посту где-то готовят годная тема ингредиенты выскакивают но тут как бы особо ингредиентов нет вы сами понимаете делать можно именно для безвыходных ситуаций я все сказал ребята с вами был как всегда алексей грильков экспериментатор подписка на основной канал ссылка на группу вконтакте будет в описании также в описании будет ссылка на инстаграм переходите закидывайте какие-то интересные идеи может быть где-то фотку увидели давайте проверим я считаю что кулинарии это такая вещь которую можно экспериментировать и здесь именно мы с вами этим занимаемся но если вдруг не понравился рецепт вот здесь будут выскочить там мясо вкусное в гранатовом соусе ой маринаде еще что-то значит как то вот так вот да а ты чё скажешь вот честно ты вот как независимый эксперт тебе тоже понравилось но я понял ну как думаешь чьи-то батьки готовят лучше для свиней ну естественно это тоже пожалуйста много дизычи не вставляйте я понимаю что это конечно очень спорно но все же все ребят пока пока